Спасибо вам всем и большое спасибо замечательной команде Музея Гараж за ваше приглашение в Москву и за ваше гостеприимство. Перед тем, как я начну, я думаю, что вы сейчас услышали, что я представляю институт Сотбис в Лондоне, и чтобы это было понятнее, я немножко поясню. Конечно, мы связаны с аукционным домом Сотбис, у нас замечательные отношения с ними, но мы представляем собой отдельное юрлицо, мы образовательное учреждение. И меня пригласили сюда с лекцией именно потому, что сама идея независимого академичного взгляда на аукционы имеет смысл. Мы смотрим не на работу конкретного аукционного дома, а на всю индустрию аукционов с независимой точки зрения. На этом все с преамбулой. А сколько из вас здесь побывали вообще когда-нибудь на аукционах? Давайте с этого начнем. Может быть, вы, наверное, что-то купили, а может быть и нет, но кажется, вы были на наших аукционах, да? Были на одном-двух. Хорошо. И я думаю, что здесь самое интересное вот в чем. Если вы даже не бывали на аукционах, вы видели их, вы видели, как поднимают эти таблички с номерами, как стучит молоток. Все выглядит так просто и легко, но здесь столько того, что вы не знаете. И сегодня я постараюсь немножко глубже проникнуть в эту тему и рассказать вам, что здесь не все так просто. Есть много проблем, много заинтересованных сторон, происходит много всего за кулисами, и это влияет на то, что происходит в мире аукционов. Но кроме того, мир аукционов сильно влияет на карьеры художников, на весь рынок произведений искусства. Так что мир аукционов — это ключевая, центральная часть арт-рынка. И вот, давайте я возьму пульт и... Просто чтобы пройти самый базовый факт, вы видели это, да? Если вы это знаете, то... Сейчас вы можете вспомнить, как все обсуждали 400 лишних миллионов за картину «Довинчи». И мы еще вернемся к именно этому случаю, но давайте посмотрим коротко на то, как это вообще произошло. Ведь эта картина побила предыдущий рекорд аукционов в более чем в два раза. Никто не ожидал, что произойдет именно так, но так случилось. Как это произошло? Как был побитый рекорд? Мы об этом немножко поговорим впоследствии. Но сейчас мы просто взглянули на этот случай, на эту картину и зафиксировали в памяти. Итак, сегодня я расскажу вам про много разных вещей. Во-первых, мы посмотрим на то, что такое аукцион в принципе, зачем он существует. Мы посмотрим на аукционы в их связи с глобальным арт-рынком. Я не знаю, насколько вы хорошо знаете арт-рынок, но есть смысл поместить аукционы в его контекст. Не только говорить о самих аукционах, но и о том, как устроен рынок вообще. Мы поговорим о том, как покупают и продают на аукционах. Что каждая сторона выносит с аукциона, каковы пользы, каков риск, каковы стратегии. И далее уже очень детально мы поговорим о том, как устроены каталоги аукционов, из каких частей они состоят. И как аукционный дом старается продемонстрировать ценность конкретного произведения. На что обращается внимание, на что смотрит коллекционер, когда он что-то покупает или продает. Ну и кроме того, мы поговорим о будущем аукционов. Куда движется этот мир? Посмотрим на онлайновые аспекты. И, конечно, будут вопросы, поэтому, пожалуйста, оставьте ваши вопросы на после лекции, я буду очень рад на них ответить в самом конце. Итак, начнем. Что такое аукцион? Я не прошу вас дать определение. Определение довольно простое. И неплохим рабочим определением будет процесс покупки или продажи товаров или услуг путем выставления их на продажу и принятия самых больших заявок на покупку. Так работает классический аукцион, так работают аукционы произведения искусства. Есть другие типы аукциона, например, так называемый голландский аукцион. Может быть, кто-то из вас слышал про это. Это противоположная модель английской, традиционной модели. Этот аукцион начинается с самой высокой цены, а затем аукционист снижает цену, и первый человек, который поднимет табличку, получит этот лот. Это довольно жестокий, довольно злой аукцион. Вы просто надеетесь, что никто вас не обгонит, не заплатит больше, чем вы готовы. Есть также так называемые аукционы с закрытыми заявками. Это аукцион, который часто используется в строительной сфере. Здесь заявка подается в запечатанном виде в конверте, не открыто. Вы просто думаете, что будет наилучшей заявкой, и вот потом эти конверты вскрываются одновременно, и наилучшая заявка выигрывает. Здесь все связано с психологией. Вы ведете соревнования, конкурируете с другим человеком за конкретный предмет, и вы пытаетесь вычислить, какое поведение позволит вам выиграть на аукционе. Давайте посмотрим на пейзаж мира аукционов. Европейская система аукционов состоит из следующих домов. Доротеум в Австрии самый старый аукционный дом. Далее Содбис и Кристис тоже существуют очень давно. Аукционы и аукционные дома – это явление из очень давней истории. Но это, конечно, не единственные аукционы. То, что я показал вам на слайде. На самом деле существуют сотни региональных аукционных домов по всему миру. Я об этом еще буду говорить. И вся индустрия аукциона работает по одинаковым принципам, не только ведущая. Очень много китайских аукционных домов также есть. Сейчас они набирают вес. Пекин Поли – один из самых популярных. Так выглядит наш пейзаж. Давайте посмотрим на глобальный арт-рынок. Это рынок, в котором продажи идут и через дилеров, и через аукционы. И общий объем, общий масштаб этого рынка, я не буду скрывать, в 2016 году, а эти цифры обновляются каждый год публично, скоро будет цифра по 2017 году, по 2016 году это 56,6 миллиардов долларов. Это огромная цифра. Ну и давайте для сравнения посмотрим на, допустим, выручку Google за 2014 год. Она была еще выше. А, например, весь объем нефтегазовой индустрии, ну, чуть-чуть повыше. Так что объем рынка велик, он растет, но, однако, по сравнению с другими отраслями, этот рынок, конечно, не очень крупный. Вот траектория объемов рынка. Вы видите, что, например, после 2008 года было снижение, далее такие флуктуации, вверх-вниз, и в последние годы есть некоторое снижение, снижение на 11 на 7 процентов, но есть хорошие новости, и я могу вам рассказать, в конце я вам расскажу о результатах за 2017 год, и результаты хорошие. Я не буду погружаться глубоко в причины снижения объемов рынка. Были вопросы с поставками, были вопросы с предложением на этом рынке, и общие экономические проблемы также вмешались, но сейчас перспективы выглядят уже лучше. Продолжаем со статистикой. Три самых крупных рынка произведения искусства по регионам. Как вы думаете, какой из них крупнейший? Ну, как всегда, Соединенные Штаты, 40 процентов. Хотя я должен сказать, что в 2011 году крупнейший рынок был в Китае. Так что эти цифры тоже динамичны, и здесь тоже есть много факторов, которые определяют объем конкретного региона. Великобритания 21%, Китай 20%. Все разочаровываются, что их страна не представлена в топе. Все спрашивают, где Россия, где наша страна, где другие страны. И причина в том, что... Вот, смотрите, визуально круговая диаграмма, как соотносятся доли регионов. Соединенные Штаты — это 40 процентов. Понимаете, что это не только американские произведения искусства, которые продаются американцам. Может быть, это произведения российских художников, или, может быть, китайские покупатели, но это то, что продается на территории США, в Нью-Йорке, например. Там происходит транзакция, там находится рынок. Не важно, откуда произведение искусства, не важно, откуда коллекционер, но в этой юрисдикции, там, где находится инфраструктура, вот, это Америка. Галереи, аукционные дома. И там, именно в Америке, сосредоточена наибольшая доля такой инфраструктуры. И последняя часть нашей головоломки — в этих 56 с лишним миллиардах долларов. Как они делятся между дилерами, например, галереями, и аукционами? Думаете, 50 на 50? На самом деле, 57 относится к дилерам, и 43% — к аукционам. И здесь становится понятен целый ряд проблем, потому что мы знаем цифру по аукционам, потому что аукционы размещают свои данные публично, они обязаны это делать. А как мы знаем, какой объем рынка относится к продажам дилеров? Ответ в том, что мы точно не знаем. Это как бы цифра с потолка, но все-таки разумная цифра с потолка. Опять же, здесь все сводится к одному важному принципу на арт-рынке. Он нерегулируем. Здесь нет правил. Никто не обязан сообщать свою отчетность. Дилер не обязан сообщать, кому и за сколько он что продал. Поэтому, с точки зрения того, что делают дилеры и галеристы, здесь есть своего рода тайна. Единственный путь узнать эти цифры — это спросить их напрямую. И вот компания, ссылка на которую вы видите внизу, Arts Economics, каждый год опрашивает огромное количество галеристов и дилеров, узнает об их результатах, что они продавали и как. Возможно, они скрывают некоторые факты, но это лучшие цифры, которые у нас есть, которые позволяют нам заглянуть в мир галерей. Большие проблемы при таких подсчетах — это соотношение первичных и вторичных рынков. Первичный рынок, понятно из названия, это первая продажа произведений искусства, это агенты художников или галереи продают. Вторичный рынок — это перепродажа произведений искусства. И очень часто как раз вторичный рынок сводится к аукционным домам, но есть и дилеры отдельные, которые работают на вторичном рынке, перепродают произведения. Вот различие в этом. Вопрос прозрачности на рынке искусства. Именно это я сейчас и упомянул. Мы, в общем, не можем впрямую наблюдать, что происходит более чем на половине рынка, потому что дилеры и галеристы могут не сообщать свои сведения, свои цифры. Здесь нет регуляции, никто не обязан разглашать свои цифры. Как я говорил, в 2011 году соотношение дилеров и аукционов было 50 на 50. Доля дилеров сейчас, получается, растет немножко. Итак, давайте вернемся к, собственно, аукционам. Мы знаем, сколько продают аукционы, сколько продают дилеры и галеристы. Зачем организовывать аукцион? Прошу прощения перед людьми в переднем ряду, но нам нужно понять головой, в чем преимущество аукциона. Зачем люди идут на аукцион, а не покупают произведения в галерее. И вот я сейчас опишу такие преимущества, и опишу, в чем преимущество для каждой из сторон. Одно из главных преимуществ аукциона – конкуренция. Вы продаете не одному человеку, вы продаете целому ряду конкурентов, которые будут соревноваться, выдвигая свои заявки. И, может быть, вы таким образом добьетесь более высокой цены, чем та цена, которую вы получили, продавая одному человеку и все. В этом суть аукциона, и в этом цель аукциона. Далее – доступ. Аукцион – это демократичная процедура. Любой человек может прийти, купить что-то, воздержаться от покупки и так далее. Система галерей не настолько открыта, как аукционная система. У вас должны быть уже личные отношения с галереей, чтобы они вам что-то предложили купить. А аукционный дом, аукционный мир открыт и демократичен. Далее – это глобальный рынок. Здесь у вас есть доступ к дилерам по всему миру. У нас есть узнаваемость бренда по всему миру. И значит, у нас есть доступ к большому количеству покупателей по всему миру. Далее – преимущество времени. И это очень интересно, потому что именно этот факт заставит людей покупать что-то быстрее. Если у вас есть три недели на покупку, вы можете забыть через неделю об этой потенциальной сделке и потерять интерес. А если у вас есть доли секунды, если кто-то пытается вас обогнать на этом аукционе, то включаются психологические механизмы, которые побуждают вас купить. И в последнее время происходит очень интересное изменение в этой психологии аукционов, потому что люди вовлекаются в аукционы и хотят продолжать выдвигать все более крупные заявки. Почему это происходит? Потому что, когда вы дали заявку, какое-то мгновение вы становитесь владельцем произведения, пока вас не обгонит кто-то еще. Вы чувствуете себя владельцем, а потом лот пропадает из вашего владения. И вы чувствуете страшное ощущение потери в этот мгновение, и хотите вернуть этот лот. В этом часть той психологии, которая заставляет вас не бросать аукцион. Как только вы начали участвовать, то вы уже ощущаете, что вы поставили что-то на карту. Мы не будем много обсуждать психологию, но вот такой интересный аспект. Итак, каково преимущество для каждой стороны? Каково преимущество для покупателя, продавца и для аукционного дома? В процессе аукциона у них есть преимущества для каждой из этих сторон. Давайте начнем с продавца. Это очень интересно. Что получает продавец? Почему он решает обратиться к аукционному дому, а не продавать частно? Одно из этих преимуществ – глобальная аудитория. У глобального аукционного дома, как вы понимаете, он представлен везде, у них контакты по всему миру, и таким образом вы достигаете более широкой аудитории вашего произведения. Это глобальный маркетинг. Аукционный дом будет распространять информацию по всему миру. Если вы просто галерея, у вас нет такого охвата, если вы хотите продать какой-то лот, какое-то произведение искусства, в отличие от аукциона. Доступ к глобальной разведке и системе обнаружения информации, потому что аукционы умеют обнаруживать, где находится тот или иной художник, какую цену они хотят запросить. Они могут значительно точнее связать продавца и покупателя. Кроме того, вы прикасаетесь к ценности бренда аукционного дома. Ценность произведения, не ваша, конечно, личная ценность, как его создателя, но ваше произведение на него смотрят в другом свете. Аукционный дом как бы взял вас под свое крыло и распространил на вас часть эффекта своего бренда. Ну и кроме того, конкурентоспособные цены. Опять же, за день до продажи этой знаменитой картины да Винчи аукцион Кристис, может быть, и боялся, что не сможет продать это произведение. Вы никогда не знаете, что случится на конкретном аукционе. Вам стоит только надеяться, что все пройдет в вашу пользу, и вы получите какую-то цену, которую бы вы не добились, продавая лицом к лицу одному покупателю. Это что касается продавца. Теперь что касается покупателя. Каковы преимущества для покупателя перед покупкой частной? Во-первых, это процедура проверки. Аукцион тратит много времени, тщательно проверяя и перепроверяя каждый лот. Во-первых, это в их собственных интересах. Они должны быть уверены в том, что продают подлинную работу. У них должен быть правильный провинанс, полностью легальные каналы происхождения. И поэтому аукционный дом проводит огромную бумажную работу по перепроверке подлинности. Поэтому вы, как покупатель, получаете некоторое чувство защищенности и уверенности, что это произведение прошло некоторый фильтр, прошло проверку, и вы чувствуете себя в большей безопасности, покупая его. Далее это, опять же, преимущество бренда. Вы вовлекаетесь в процесс деятельности аукционного дома, у которого свой высокий статус. Далее это публичность. Я ставлю здесь некоторый вопрос. Если вы хотите публичности, то аукцион — это прекрасная дорога к этому, потому что вы получите эту публичность. Если вы хотите, чтобы все увидели, как вы тратите 100 миллионов долларов, и хотите попасть в газеты, то да, вы попадете в газеты. Это публичное мероприятие, и это мероприятие очень привлекательное для прессы. Поэтому в том, что касается влияния публики, то да, вы это получите. А если вы хотите избежать этого влияния, то вам тоже пойдут навстречу. И далее широкий доступ. Я пишу это заглавными буквами. Потому что я говорил о демократичности аукционного дома. Любой человек может прийти и участвовать. Но также здесь важен тот факт, что очень часто, если вы коллекционер, если вы недавно начали коллекционировать, то вам трудно достать то именно произведение, которое вы хотите. Вам трудно его заполучить, потому что система галереи очень жесткая. Например, скажу следующее. Галереи защищают работу своих художников на рынке. Они стараются продавать только тем, с кем у них есть долгосрочные отношения. И это может выглядеть даже несколько обидно, что галерея вам отказывает продать произведения. У них есть некоторый ранжир более опытных, так сказать, клиентов и новых клиентов. Если предложение на этом рынке очень ограничено, если это очень популярный художник, то вам очень трудно будет раздобыть его работы, если у вас нету рабочих отношений с этой галереей уже давно. И это не потому, что они такие вредные, а потому что они стараются защитить художника. Они стараются сделать так, чтобы покупатель не перепродал потом сразу эту работу. Они хотят, чтобы репутация художника только увеличилась, возросла от того, кто покупает его работы. Чтобы это был респектабельный, известный коллекционер или музей. Они будут настаивать на том, чтобы именно так эти произведения попадали на рынок. А вот когда происходит аукцион, все эти принципы летят к чертям. Если вы приходите в галерею Гогосяна и говорите, мы хотим купить произведение этого популярного художника, он говорит, вы будете в конце моего списка, потому что это целый список потенциальных покупателей. Вы будете в конце, потому что вы новенькие. А на аукционе вы уравнены со всеми в правах. Это такой способ обойти систему галерей и получить доступ к чему-то, к чему обычно у вас доступа не будет, потому что галереи защищают эти работы от вас. Понятно? И мы еще к этому потом вернемся. Очень часто на аукционах происходит то, что там цены сильно выше, чем потенциальная цена в галерее, потому что спрос на этом рынке огромный. Есть множество людей, которые хотят заполучить это произведение, но не могли раньше этого сделать. Здесь есть целая динамика, и это, конечно, влияет и на художника тоже. Что же приобретает аукционный дом? Любовь к искусству? Ну, конечно, не только. Они получают выгоду материальную, они получают отчисление комиссии, они получают комиссию с покупателя и с продавца. Двойную комиссию. Нет, нет. Вы правильно задали этот вопрос. Эти комиссии разные. Они различаются в двух аспектах. Комиссия покупателя стабильная, она никогда не меняется, она обязательно, а комиссия продавца обсуждается по факту. Она обычно ниже, чем комиссия покупателя, и ее можно обсуждать. Все конфиденциально. Мир искусства очень любит конфиденциальность. Если вы только не хотите пренебречь конфиденциальностью, тогда пожалуйста. Еще преимущество для аукционного дома. Цена на аукционе имеет два важных аспекта. Во-первых, для аукционного дома важно, что они получают комиссию. И кроме того, эта цена это своеобразная гарантия на будущее. Если на аукционе конкретный художник или конкретный сектор искусства преуспевает и продается за хорошие цены, то аукционный дом сможет дальше это продавать по высоким ценам. Кроме того, они получают конфиденциальную информацию по продажам. Аукционный дом, как вторичный рынок, как оператор вторичного рынка, является еще и вторичным дилером. Они осуществляют и прямые продажи конкретным частным покупателям. Поэтому в ходе аукционов дом получает массу данных. Кто выставляет заявки на что, сколько они предлагают заплатить. Вся эта информация потом ими используется для организации частных продаж. Это также идет на пользу аукционному дому и всей системе. Очень страшного вида график, но я сейчас вам его поясню. Это опять же график по всему аукционному рынку. И весь этот рынок состоит из целой части маленьких долей, маленьких рынков. И здесь цветом показаны различные сектора. Например, современное искусство, импрессионисты и модерн, старые мастера, китайское искусство и так далее. И вы видите, что распределение в разные годы разное. И посмотрите, как сильно все изменилось с 2000 по 2015. И потом я вам расскажу, что вот этот спад в последние годы уже преодолен. Но, смотрите, после 2008 года тоже был спад, но затем рынок вернулся на прежний уровень. Его стрессоустойчивость очень велика. Я не буду рассказывать слишком много деталей по конкретным сегментам, но посмотрите, например, рынок работ старых мастеров зеленым цветом помечен. Видите, он не сильно растет от года к году. Не потому, что старые мастера — это плохо, и никто не хочет их покупать. Здесь все просто связано с объемом предложения на рынке. Работ старых мастеров не так много. Большие важные шедевры все в музеях и частных коллекциях. И старые мастера ведь больше не создают произведения искусства. Микеланджело ведь новые работы не создает. Так что здесь вопрос в предложении на рынке. Они не попадают на рынок, и этот рынок поэтому не растет. И я думаю, что то же самое с произведениями импрессионистов и времен модерна. За последние лет 10 этот рынок вырос, но потом остался на стабильном уровне. И опять же, здесь нет просто новых работ, а те работы, которые есть на рынке, не так много шедевров циркулируют на рынке. Ну а главная история здесь, смысл всего этого слайда — это рынок современного искусства. Посмотрите, его доля в общем рынке в 2000 году составляло где-то половину, а сейчас, простите, четверть, а сейчас более половины. Это огромный рост, и именно этот сегмент и движет развитием всего рынка в целом. Почему это происходит? Вот вам пример. Сотбис продавал современное искусство, произведение современного искусства в 2003 году на одну цифру, в 2007 на другую, рост составил 600%. К сожалению, произошел потом кризис 2008 года, и объем резко уменьшился, цены в общем снизились на 76% после кризиса, но, как я вам показал на графике, стрессоустойчивость рынка очень высока. И, несмотря на все экономические трудности, объем снова вернулся на прежний уровень. Например, спустя всего несколько лет работа Джеффа Кунса, собачка из шариков, оранжевая, ушла по цене 58 с лишним миллионов долларов. Замечательное, красивое произведение искусства, а затем три этюда к портрету Люсьена Фрейда Фрэнсиса Бэкона ушли по самой высокой цене за всю историю современного искусства 142,4 миллиона долларов. Затем следующий рекорд алжирские женщины Пикассо 179 с лишним миллионов. А затем значительно сильнее, значительно выше оказалась цена на новый рекорд спасителя мира Леонардо да Винчи. Вот посмотрите, насколько высоки темпы роста оказались. Небольшая оговорка, впрочем, вы видите эти заголовки в прессе, 100 миллионов, 200 миллионов, 400 миллионов, невероятные суммы, что как будто все произведения уходят с гигантской прибылью для продавца, но это не так. Это очень небольшой верхний сегмент рынка, рекордный сегмент. Всего лишь один процент произведений искусства, один процент художников продается по ценам свыше миллиона и лишь одна десятая процента по ценам свыше 10 миллионов. 92 процента с лишним всех произведений искусства, которые продаются на аукционах, имеют цены ниже 50 тысяч евро. Не все продается за миллионы, но в прессу попадает только это. И, конечно, у этого есть мой смысл, но здесь есть и отрицательный аспект, потому что есть и ощущение у простого человека, что это слишком много для меня, я не могу себе это никогда позволить, эти миллионы. Но огромное большинство произведений продается по ценам значительно меньшим, чем все эти гигантские миллионы. Итак, далее. Мы уже поговорили о аукционных домах самих по себе, сейчас мы обсудим их взаимоотношения с другими игроками на рынке. Очень сильно в последнее время изменилось то, что раньше аукцион продавал по сути оптом, продавал другим дилерам свои работы. И только последние 30-40 лет он стал торговать, так сказать, в розницу коллекционерам. И это очень интересное изменение. У этого было много преимуществ, много положительных сторон, но, с другой стороны, это изменение привело к другим последовательным изменениям в других аспектах рынка. Ситуация усложнилась, и одни и те же игроки стали играть разные роли. В том, что касается взаимоотношений аукционов и галерей, у галерей всегда была традиционная роль. Они были представителями художников, защищали их произведения и их карьеру. Сейчас часть этого контроля перешла к аукционным домам от галеристов. Если произведение искусства художника представлено в галерее, галерея уже никак не контролирует его судьбу на аукционе. Оно может и не продаться, и это будет не очень здорово. Оно может продаться по цене значительно более высокой, чем изначально планировалось. Это, кстати, тоже не всегда хорошо. Это хорошо для художника, замечательно, если он такую цифру получит, но этот факт лишает галерею контроля над тем, что они контролировали раньше. И это довольно занятно, потому что долгосрочные стратегии ценообразования сильно меняются. взаимоотношения аукционов и художников. Здесь есть свои за и против. Я уже сказал, да, за и против, значит, возможны разные сценарии. Сценарий номер один. Произведение может не продаться, это очень плохо. Совсем не здорово для художника, не хорошо для рынка, не хорошо для карьеры художника. Этого стараются избежать по возможности, потому что это вредит репутации и положению на рынке художника. С другой стороны, произведение может создать основу для карьеры художника и очень быстро, одномоментно, значительно быстрее, чем это было бы в галереях, потому что произведение становится заметно всему глобальному рынку. Так что здесь есть два полюса с точки зрения художника. Далее меняется аспект долгосрочного контроля за поведением произведений на рынке. Взаимоотношения первичного рынка и аукционов на самом деле редко бывало, чтобы художник сразу начинал продавать свои произведения с аукциона. Интересное исключение это Дэмиэн Хёрст. В 2008 году он продавал на аукционе Сотбис одну свою работу. Точнее, он продал несколько произведений общей суммой на 200 миллионов долларов с лишним и в этот же день рухнул банк в Британии. Это был очень интересный день. Итак, в таком случае, в этом случае художник обратился прямо к аукциону, не через к дилерам. Происходит ли такое часто? Ну, у Дэмиэна Хёрста рынок огромен, у него большая сила на рынке, он очень влиятелен, но это происходит все-таки редко, такие случаи редки. Еще один пример. И я сейчас вам покажу, почему эта ситуация может быстро стать сложной. Когда продажа с аукциона лишает галерею контроля за ценообразованием и каковы преимущества и недостатки. Адриан Гения, румынский художник, очень популярный, это его работа на слайде 2008 года. Этот популярный художник, вот что произошло. Одна галерея в Лондоне продавала его работу за 650 тысяч фунтов. Затем ее выставили на аукцион в Кристис в Лондоне. И там верхний предел цены по оценкам был полтора миллиона. То есть, если бы вы купили эту работу у галереи, вы бы заплатили 650 тысяч, это цена галереи. Но когда эта работа отправилась на аукцион, оценка была в два раза выше. Это связано именно с охватом аукциона. И именно этот художник, его работа особенно поддалась этому влиянию на ценообразование. И мы с вами дальше увидим другие примеры того, как аукцион влияет на судьбу картины. А продали ее в реальности за 7 с лишним миллионов. Цена возросла не просто сильно, а выше любых предварительных оценок. Она преодолела все границы разумного. Это, конечно, исключение, но это исключение задает очень интересные вопросы о том, как функционируют аукционные галереи. Почему же это произошло? Я не могу отвечать с абсолютной уверенностью, но здесь был ряд факторов, которые, по мнению специалистов, повлияли на этот сюжет. Во-первых, это живописное произведение, живопись высоко ценится. Далее, низкое предложение, потому что Адриан Генни рисует не очень много работ. Он создает 10-15 произведений за год, и он пользуется огромным спросом. Какие-то работы окажутся в музеях, что означает, что они не попадут на рынок, значит, спрос еще больше растет. И там очень много спекуляций на этом рынке, очень много предположений со стороны покупателей. И сам факт, что это очень редкие работы, сильно взвинчивает спрос. Далее, таких шедевров высокого класса на аукционах очень мало. Если этого молодого художника уже считают мастером, его работы уже считаются шедеврами, что он огромный талант, такие работы на рынке попадаются очень редко. На аукционах они создают огромный ажиотаж. и я думаю, что не все здесь могут сразу согласиться, но это низкая цена по сравнению с многими другими знаменитыми шедеврами, которые собирают сотни миллионов, как Бекон. Полтора миллиона это очень маленькая цена за работу с такой высокой репутацией. Это очень доступное произведение для коллекционеров. Далее, в аукционе было задействовано много богатых азиатских коллекционеров и кроме того, у этого художника была сольная выставка в румынском павильоне на венецианском биеннале 15-го года, что привлекло огромное внимание к нему. Это была замечательная реклама и вот все эти факторы могут объяснить тот факт, почему произошел такой огромный взлет цены на его работу. И вот что происходит в таких случаях. Если вы галерея или сам художник, довольны ли вы этим результатом? Отчасти представьте себе 7 миллионов долларов и фунтов, думает такой художник, ведь изначально продавался 650 тысяч, но здесь возникает и дилемма для художника и для галереи. С точки зрения художника, художник возможно говорить галеристу, послушай галерист, сейчас мою работу продали за 7 миллионов, почему ты продаешь за такие низкие цены? Подними цены, сделай что-нибудь, сейчас я стою дороже. И галерист должен принять это решение, поднять цену до 7 миллионов, теперь эта картина продается по такой цене, или может сделать что-то иное, поступить иначе, галерист тоже хочет получить эти деньги. Но проблема в том, что стоит ли он действительно этих денег? Аукцион это одно явление, один момент. Может быть именно в этот вечер столько много людей хотел купить эту работу, может быть в другой вечер такую цену оно бы и не сорвало, может быть вообще бы оно не было продано, и может быть если галерист сейчас поднимет цену на первичном рынке до 7 миллионов и на следующей неделе на другом аукционе другая его работа будет продана всего за 1 миллион то галерея окажется в беде, потому что снижать цены нельзя, это просто ужас был бы. Кто же заплатил 7 миллионов? Кто получил все эти деньги? Тот, кто продавал. Мы не знаем, кто продавал. Мы не знаем, кто продавал. Это конфиденциально. Художник точно не продавал сам. Это не художнику ушла вся эта сумма. Но художник теперь будет думать, все мои картины столько стоят, так ведь? И опасность задирать цену так высоко состоит в том, что может быть это просто одно исключение. Один волшебный вечер, когда сошлись звезды и работа сорвала такую цену. Может быть в другой день так не случится и тогда у вас будут большие проблемы. Что же тогда делать галеристу? Они делают кое-что довольно разумное. Они сохраняют цены на прежнем уровне для частных продаж, потому что галерист всегда мыслит в долгосрочной перспективе. Он думает о карьере художника целиком. Им невыгодно устраивать бум, а потом крах, потому что после краха восстановиться невозможно. Когда цена рухнет, это практически смерть художника на рынке. Галерист должен обеспечивать стабильную цену, безопасность, так сказать. Поэтому они оставили цены на прежнем уровне и сконцентрировали свои усилия на продаже музея. они стали сосредоточиваться на том, чтобы работы художника оказались в музеях, в институциях, которые только укрепят репутацию художника. Если его работы восстанавливаются в музеях, это очень престижно, это своего рода якорь для произведений на рынке. Мы не отпускаем цены в свободное плавание. Понятно? То есть очень разумный поступок, разумная стратегия. Я не знаю, что об этом думал сам Адриан Гения, но в долгосрочной перспективе это оправдается, и галерея сохранит некоторый контроль над ценами. Вот вам такой пример, который показывает, что происходит на аукционах. На аукционах происходят вещи, выходящие из нормы, и другие стороны должны как-то осознать происходящее и принять свои решения. Каковы риски и стратегии? Каковы риски при продаже с аукциона? Итак, я вам сказал, что цена может возрасти в шесть раз, но иногда ведь лот не продается. И для кого это плохо, когда лот не продается? Во-первых, это плохо для аукционного дома. Они теряют комиссиях, но они также теряют репутацию. Они не хотят, чтобы что-то оставалось непроданным. Они хотят продавать все. И здесь есть и высокие, и низкие риски. Проблемы таких крайностей. Далее, стратегия рынка снижать волатильность, подвижность рынка. Здесь возникают проблемы с точки зрения отсутствия регулирования на этом рынке, и художник иногда становится своего рода противником галереи, но на самом деле он должен с ней сотрудничать. Они должны сотрудничать для того, чтобы привлечь внимание коллекционеров к работам художника и так далее. и галерист начинает защищать художника на рынке. Кроме того, здесь есть разные заинтересованные стороны, разные стейкхолдеры. При аукционе, во время аукционе, есть очень много заинтересованных сторон. Это и художник сам, ему хочется, чтобы работа продалась. Это и галерея, которая хочет, чтобы работа продалась. другие коллекционеры не хотят, чтобы цена слишком сильно снижалась, не хотят, чтобы работа их художника не продавалась. Здесь есть своего рода такое товарищество, такое сотрудничество между разными сторонами, которые все стараются защитить репутацию художника. Мы сейчас вернемся. А нет, не будем возвращаться. Изменения на первичном и вторичном рынке. Следующий пункт, как я уже говорил, аукционные дома работают на вторичном рынке, проводя не только аукционы, но и частные продажи. Такие частные продажи обозначаются по-английски специальным термином, так называемые treaty sales. Это специальное обозначение для продаж частных, которые осуществляет аукционный дом, когда аукционный дом выступает в качестве дилера. И такие продажи сейчас становятся все более частотными и они немножко отхватывают долю аукционных продаж. может быть вы зададите такой вопрос, почему человек приходит в аукционный дом и просит его осуществить частную продажу, а не выставлять лот на аукцион. Ведь одно из преимуществ продажи с аукциона это более высокая цена, это цена благодаря конкуренции. Зачем тогда человек приходит и просит осуществить продажу тихо, частно, а не выставлять лот. В этом есть несколько преимуществ. Во-первых, это конфиденциальность. Некоторые люди не хотят знать, чтобы они продают какую-то работу. Некоторые люди не хотят, чтобы другие знали, что у них есть и чего нет. если вы выставляете работу на аукцион, то другие узнают, что у вас есть и что вы продаете. Может быть, вы не хотите, чтобы люди знали, что у вас проблемы с деньгами, плохо идут дела у вашего бизнеса, или у вас развод, и вы все распродаете. Именно поэтому вы можете запросить у аукционного дома продавать частно, конфиденциально. То же самое для продавца и для покупателя здесь действует. С одной стороны, преимущество аукциона в широте охвата, и поэтому такой продавец может с помощью аукциона все равно достичь широкого охвата, сохраняя конфиденциальность. Конфиденциальность первый плюс. Следующее плюс это менеджмент рисков, потому что при продаже лото с аукционов всегда есть риск не продать. И я всегда говорю, минимизируйте этот риск, потому что за такой картиной плетется целый шлейф проблем. не только нет материальной выгоды, но и целый ряд других трудностей. Если работа не продается с аукциона, ее называют жженой, обжегшейся, на ней обожглись, и сразу снижается, так сказать, ее ликвидность, возможность ее продать. Ее труднее будет поместить на аукцион в следующем году, рынок не будет на это смотреть благосклонно. Или ее ценность снизится из-за того, что она не была продана. Здесь нет никакой объективной причины. Это не то, что перед нами плохое произведение искусства, но психологический эффект сказывается. Так что аукцион это всегда риск не продать. Частная продажа риска нет. Это не аукцион. Если нет интереса, ну, значит, никто не интересуется, и все. Это никак не влияет на работу, никакого публичного провала нет. Если вы выдвигаете, выставляете работу на аукцион, и она не продается, то все сразу об этом узнают. И сам аукционный дом, и другие дома смотрят в свои базы данных, там будет написано «Не продано». Этот ярлык закрепится за произведением навсегда. При частной продаже этого риска нет, все происходит за кулисами. Далее, гибкий график продажи. Если вам эти деньги нужны завтра или послезавтра, аукцион не лучший для вас вариант. Может быть, вам придется полгода ждать подходящего аукциона, и это может быть не вариант. При частной продаже вы сами диктуете сроки. Вы так или иначе контролируете, насколько быстро пройдет продажа. Так что гибкость в сроках – это тоже преимущество. Видите, как я вам продвигаю преимущества частных продаж, да? Издержки также. Ведь комиссия при продаже и покупке на аукционе может быть довольно высокой, вы платите комиссию так или иначе, но при частной продаже эта комиссия будет ниже. Давайте посмотрим на то, как работают аукционные дома сами по себе. Здесь есть одно понятие, которое я хочу ввести. Это удачный круг. Это круг преимуществ. Аукцион успешен, больше людей приходит к нему. Аукцион ведь не производит саму работу, само произведение. Аукцион должен каким-то образом получить в свое распоряжение это произведение. и очень часто происходит следующее. Если конкретный аукционный дом добивается больших успехов в конкретном сегменте или с конкретным художником, то к нему будут приходить все чаще. Например, если у вас есть конкретный художник, вы смотрите, на каком аукционе лучше продавались его работы, вы ищете, где вы получите лучшую цену. Предыдущий успех аукциона создает новый успех, что и создает нам этот круг удачной отдачи. И этот круг очень трудно нарушить, но все-таки эта положительная отдача может нарушиться. Есть определенные стратегии по преодолению таких рисков. существует конкуренция по таким передачам лотов на реализацию. Вы хотите привлекать как аукционный дом, привлекать себе максимум лотов на реализацию, потому что это максимизирует ваш уровень успеха. Вы хотите, чтобы к вам прибывал максимум работ, чтобы вы срывали за них максимальную цену, и тогда к вам будет приходить больше людей с похожими работами. Это такой цикл. у аукционных домов есть такой набор средств у любого аукционного дома, которые они используют для того, чтобы привлекать к себе работы определенных художников, с которыми они добились успеха. Во-первых, это сами комиссии. Я не буду здесь разглашать много секретов, но комиссии можно использовать как способ привлечения покупателей и продавцов, потому что комиссия продавца может обсуждаться, может снижаться, и если работы определенного художника хорошо продаются, то акционный дом может дать продавцу скидку на комиссию или, может быть, даже не взимать комиссию. Только не просите этого сразу, если они чувствуют, что продажа будет успешной. что касается покупателей, то их комиссия стабильна, ее нельзя снизить, но иногда вы можете привлечь покупателей, предложив разделить с ними эту комиссию. Опять же, не просите как покупателя этого сразу, это только проверенным клиентам предоставляется. Далее, собственно, финансирование. аукционный дом может софинансировать покупателя, если конкретная заявка ему не по карману, и работать с ним, чтобы это закончилось взаимовыгодно. Далее, освещение в каталоге. Можно предложить особенное место в каталоге для произведения. Очень часто это вопрос индивидуального эго, но очень часто за этим кроется и стратегия. Далее, путешествия. Аукционный дом очень часто соглашается или даже сам предлагает возить конкретное произведение, которое он продает, по разным местам, чтобы показать максимальному количеству потенциальных покупателей. Например, в Гонконг, в Нью-Йорк, в Дубай. Если вы делаете такой турне, то покупатели приходят, смотрят на работу, восхищаются ею, и такие показы значительно более, с большей вероятностью привлекают покупателей, чем просто рассылка репродукций. Аукционный дом может воспользоваться такой стратегией, если им это интересно, они могут взять ваше произведение и возить его с показами, это не дешево для аукционного дома, но они это делают, если им это интересно. Они выбирают, таким образом, оптимальное место для продажи, они ищут место для продажи работ конкретного художника, потому что у них есть глобальные связи, у них есть знания. Далее это маркетинг, у них есть целая маркетинговая машина, они могут снять видеоролик о вашей работе, они могут связаться с прессой, они могут опубликовать даже книгу, целый ряд мероприятий возможен. Если аукционный дом хочет заполучить работу, какое-то произведение для продажи, то они будут предлагать все эти разные стратегии, чтобы заинтересовать продавца. И последнее это гарантии, очень интересный пункт. И про это мы сейчас немножко поговорим. Аукцион может заполучить своего продавца с помощью гарантий. Кто-нибудь слышал про этот инструмент? Нет. Гарантия это такой инструмент, это самый главный подарок от аукционного дома для вас, когда они вам гарантируют, независимо от того, что будет на аукционе, мы вам дадим 100 миллионов долларов. Это гарантированное минимум цены. Это значит, продавец ничем не рискует. Он точно получит 100 миллионов, даже если работа не продастся. Почему бы нет? Это замечательный стимул, который использует аукционный дом для того, чтобы привлечь коллекционеров для реализации работы из их коллекции. Этот инструмент прекрасно работает по всему роду. Гарантии на самом деле бывают разные, и к этой стратегии тоже можно прибегнуть в самом крайнем случае. Есть ряд других новых инновационных стратегий, которые используют аукционные дома для того, чтобы заинтересовать новых людей, для того, чтобы заинтересовать новых покупателей и продавцов. Это продажи и аукционы с привлечением кураторов, тематические аукционы. Это перекрестные аукционы с брендами люксовых товаров, предметов роскоши. Происходит своего рода перекрестный обмен между двумя этими мирами, рынком искусства и рынков роскоши и гарантии. И вот интересное видео, посмотрите. речь за кадром. Искусство вдохновляет меня. Это Аня Хаймарш, дизайнер аксессуаров, сумочек. Она говорит о взаимодействии с брендами, о подсознательной связи между искусством и дизайном. коллекционерам. Коллекционеры испытывают страсть к собранию произведений искусства. дизайна. Мы создаем такие произведения дизайна, которые в виде коллекции производят совершенно особенное произведение. предметы роскоши и бренды, которые действуют на этом рынке уделяют максимальное внимание качеству. В работе с кураторами мне было интересно взаимодействие с произведениями искусства. Например, работа Кита Херинга. Я много времени провела разглядывая эту картину. В ней много энергии и радости. Мне нравится то, как современное искусство взаимодействует с аудиторией. Это очень индивидуальное личное произведение искусства. Хорошее произведение искусства, как и хороший аксессуар производят на вас совершенно определенное впечатление. Я всегда любила творчество и многому научилась у художников. я думаю, что достаточно с этим видео. Здесь очень интересная центральная идея. Эта дама важный персонаж в мире моды и предметов роскоши, и она очень хорошо говорит о связи между модой и искусством, о людях, которые интересуются и модой, и искусством. те люди, которые работают в сфере роскоши и моды, их привлекают такие аукционы, и вот она была куратором такого аукциона, она пыталась привлечь таких коллекционеров к собиранию еще и предметов искусства, показывая места пересечения этих двух сфер. Далее, продажи на аукционах связаны со знаменитым стим. Например, аукцион Дэвида Боуи, аукцион так называемой белой перчатки, это означает, что был продан каждый лот, все без исключения, и здесь происходит много интересных вещей, потому что мы вовлекаем новые рынки в свою деятельность. 55 с лишним тысяч посетителей посетило выставки, организованные аукционным доном Сотбис, ведь не все любители искусства коллекционеры, а здесь в одном помещении оказались и коллекционеры, и просто любители искусства. 26 с лишним тысячи посетителей онлайновых выставок, 1700 с лишним человек посетили собственно аукцион в Лондоне, таким образом мы привлекаем новых клиентов и концентрируемся на них, когда это аукцион вещей, связанных со знаменитыми людьми. Гарантии, о которых я уже говорил, они снимают риск непродажи лота и переносят этот риск на аукционный дом, потому что аукционный дом может потерять деньги, если не произойдет продажи. это для них риск, но тогда они купят само произведение, потому что они фактически сами отдадут за него деньги. И вот новая идея, которая стала использоваться вместо этого, это перенести этот риск на кого-то еще. Это гарантии с третьей стороны. Они делают следующее, они говорят коллекционеру или художнику, мы хотим ваше произведение и мы обеспечим то, что вам заплатят конкретную минимальную цену, но это не мы заплатим, это будет некая третья сторона, которая гарантированно купит, если произведение не продастся. Но опять же, риск теперь переносится не на коллекционера и не на аукционный дом, а на третью сторону. Понятно, да, как это работает? Это довольно сложная схема. А зачем этому третьему лицу идти на такой риск? Зачем некто третий гарантирует минимальную цену лота? Я думаю, ключ к этому в том, что в таких случаях очень часто происходит следующее. Эта гарантирующая сторона готова вложить деньги, но часть их сделки, ее можно обсуждать, что они могут получить процент с разницы, если цена будет выше, чем то, что они положили. Если вы посмотрите, например, с картиной да винчи, идеальный пример этой ситуации, там была гарантия третьей стороны, примерно 100 миллионов долларов, насколько я могу судить, продали картину за четыре сотни миллионов, то есть разница между суммой гарантии и итоговой суммой была 300 миллионов, и эта третья сторона, ей очень повезло, какой бы процент там ни положили, 10% в 50, выручила 100 миллионов или 10 миллионов, десятки миллионов, просто за то, что они дали эту гарантию. Это по сути бизнес предложение, торговое предложение, это определенный риск, но если вы уверены и вы хотите это произведение, но вам не страшно, если вы его не получите, то это приятная для вас сделка, выступить таким гарантом третьей стороны. Да, все усложняется. Вы думаете, что аукцион это просто? Нет. Сейчас очень быстро я покажу вам настоящий каталог аукциона, чтобы показать вам, как он устроен. Здесь есть такие специальные символы, они имеют смысл. Сейчас я покажу вам каждый из заголовков. Это настоящий каталог, здесь картина художника Петера Дойга, здесь есть секция провинанс, выставки и так далее. Эти разделы представлены в любом каталоге аукциона. Смысл здесь вот в чем. Мы демонстрируем ценность работы. В каждой из этих категорий мы помещаем какой-то аргумент в пользу ценности данной работы, ее высокой стоимости, потому что эта стоимость складывается из каждого из этих факторов. Аутентичность, подлинность очень важный фактор. Подлинник перед нами или нет. Существуют специальные методики установления подлинности, может быть гарантия художника или фонда наследников. Существует также так называемый каталог резоне. Это каталог всех работ художника, который был бы представлен когда-либо на аукционах. И это такая библия на рынке искусства. Если работа включена в каталог резоне, значит она подлинная. Это очень важный тип документа. Далее провинанс. Провинанс это список предыдущих владельцев. Аукцион обязан перечислить всех предыдущих владельцев конкретной работы. Это показывает несколько вещей. Во-первых, важность работы, потому что она могла принадлежать важным, престижным людям, королевским особым, музеям и так далее. Это повышает ценность. Но также вы должны знать, где в принципе обывало это произведение. Продавалось ли он с аукционов, где продавалось. Цена обычно не пишется, продается, указывается, кому продавали и где. История выставок. История выставок показывает, где эта работа выставлялась, в каких музеях, в каких институциях. что также придает очень много веса работе. Например, в Тейте или в Момо выставлялась работа. Литература по этой работе. Включалась ли она в какие-то труды по искусству. Это тоже важно. И большой список заметок, которые описывают работу. Показывают эстетическую важность этой работы, важность для карьеры художника. Почему она продается и в чем ее художественная ценность. и также описание состояния работы. Итак, символы в каталогах. Обращайте на их внимание, они важны. Я покажу вам, что они очень много говорят. Если вы видите маленький квадратик, радуйтесь, это значит, что нет никаких предварительных заявок. Такой резерв или предварительная заявка, если вы видите цифру оценки стоимости в каталоге, вы не обязаны платить, например, миллион, если там написан миллион. Есть некоторая секретная цифра, о которой договорились владелец и аукционист. Это минимальный уровень, на котором они согласятся продать. Какую сумму они согласятся принять, если даже она ниже, чем оценка аукциона, которая написана в каталоге. Часто это бывает даже целых 10%. Но эту цифру никому не сообщают. Понятно? Это такой способ понять, что работа все равно будет продана, если некоторую минимальную цену, ниже которой невозможно, все-таки за нее выключат. Но иногда минимальной цены нет. И если минимальной цены нет, если стоит такой квадратик минимальной заявки, то вы можете купить работу хоть за один доллар, независимо сколько вы предложите. И это способ привлекать людей к аукциону, потому что может быть никто больше не захочет. Гарантия. Очень часто аукционист, аукционный дом показывает вам, есть ли гарантия на какое-то произведение. Третий символ это гарантия третьей стороны, так называемая неотзываемая заявка. Сейчас я быстро пройду через детали, которые не так важны. С точки зрения логистики, у каждого аукциона есть некоторый выбор между городами, где они могут продавать произведение. Этот выбор зависит от целого ряда факторов, от налогов, от того, на каком рынке лучше всего продается произведение. Например, конкретную работу хотят продать в Гонконге и так далее. Минимальные заявки предполагаемая цена и так далее. Высокие оценки и низкие оценки у них есть свои преимущества и недостатки. Хотят ли всегда аукционные дома продавать по максимальной оценке? Нет, потому что они хотят продать работу вообще, и поэтому могут идти такие переговоры между продавцом и аукционным домом. Вы помните, что у непродажи есть свои последствия, поэтому здесь нужно добиться некоторого равновесия. Подача способами на самом аукционе можно поднимать табличку. Многие люди торгуются по телефону, онлайновые торги очень часто происходят, и кроме этого можно подать заявку в конверте в отсутствие участника, а самому уехать, я не знаю, отдыхать и просто оставить свою заявку в конверте. Поэтому на аукционе нужно следить и за этим. Здесь нужно жонглировать целым рядом факторов. расширение рынка. Глобализация очень важный фактор, Китай здесь ключевой фактор, и очень многие аукционы интересным образом расширяют свои услуги на новые рынки, на новой аудитории. Они хотят отвечать всем потребностям коллекционеров, они хотят сообщать им об интересных приобретениях и так далее, и так далее. А вот здесь начинается самое интересное. Размывание границ между разными секторами аукционов. Работа, произведение искусства теперь не обязательно оказывается в наилучшем учреждении, оно оказывается там, где большие деньги, и произведения теперь продаются самые разные, наряду с произведением искусства, совсем другие лоты. Например, Содбис недавно продал машину Формулы-1 Феррари Михаэля Шумахера. Поведение это искусства или нет? Не знаю, но на аукционе она ушла очень хорошо. Высшая оценка была 5,5 миллионов, а продали за 7,5. Точно так же аукцион Кристис, и сейчас мы вернемся к картине Леонардо, продавал Леонардо в аукционе современных работ вместе с поведением современного искусства. Почему он это сделал? В чем был смысл? Смысл был в том, что если продавать эту работу вместе со старыми мастерами, она вряд ли сорвет такой гигантский куш. 400 миллионов долларов, потому что все большие деньги на рынке современного искусства, поэтому переведите произведение искусства туда, где есть большие деньги. Так границы размываются. Вот этот исторический момент. Шедевр Леонардо да Винчи продается с аукциона. Можете притворяться сейчас, что вы сидите в зале аукциона. Озвучили 350 по телефону. 400 миллионов шум в зале. Спасибо. Продаем за 400 миллионов долларов. Продано. Бурные аплодисменты. Вот мой любимый момент. Сейчас поцеловать в макушку. Молодец. 400 миллионов долларов вас поцелуют в макушку. Как же это вообще происходит? Как это стало возможным? гигантский маркетинг. Очень инновационный, очень изобретательный маркетинг. Показы в Лондоне, в Гонконге, Сан-Франциско, Нью-Йорке. 27 тысяч человек посетило галереи аукционного дома по всему миру. Я там тоже был. Это максимум посетителей, которые посмотрели отдельную работу в галереях аукционного дома. знаменитый фотограф. Мы покажем небольшой фрагмент из этого видео. это практически религиозное переживание. Смотрите внимательно. Используется музыка, связанная с Да Винчи. Леонардо Ди Каприо. И этого достаточно. Больше ничего знать не нужно. Это был самый важный кадр. 400 миллионов. И вот Леонардо Ди Каприо смотрит на эту картину и снимается в вашем ролике. Я уже скоро закончу и будут ваши вопросы. Онлайновые аукционы сейчас это очень успешные мероприятия. И, конечно, они тоже вовлекают новую аудиторию. И это очень важно. Сейчас существуют не только онлайновые заявки на обычных аукционах, но и аукционы, которые проходят целиком в интернете. Это тоже способствует привлечению новых клиентов. Очень богатые люди покупают произведения искусства. Вот вам пример. Этот японский миллиардер заплатил массу денег за эту картину и попал во все газеты по всему меру. И люди понимают, что богатство этого человека только приросло тем, что он купил такую ценную картину. И замечательная новость. В 2017 году объем продаж на аукционах возрос на 25% по сравнению с предыдущим годом. Это замечательные новости. Они поступили только на прошлой неделе. Так что у аукционов хорошее будущее. Спасибо за внимание. У нас есть несколько минут на вопросы. Есть вопросы? Здравствуйте. Я хочу задать вопрос о художниках во всем этом мире. Вы упомянули Адриана Гения. Я знакома с ним лично. Я могу сказать вам, что он думает на этот счет. Но я хочу, чтобы мы немножко поглубже это обсудили. Сейчас уже несколько лет есть такое движение, в котором художники хотят получать какую-то комиссию с таких продаж. Обычно эти художники получают очень мало. Художники продают свою работу по очень низкой цене, а затем аукционный дом зарабатывает на этом состояние. Дилер перепродающий получает состояние, а художник ничего. И сейчас возникло движение, которое борется за то, чтобы какой-то процент с каждой продажи попадал и художнику, потому что ведь все началось с художника. И вы немного совсем говорили о взаимоотношениях художника и аукционного дома. Может быть, вы можете поподробнее рассказать, почему художник оказывается исключен. Да, это хороший вопрос, и у меня на слайдах это было, но я пропустил. Здесь есть такая вещь, так называемая права художника на перепродажу. Этот вопрос был открыт очень давно. например, если работа какого-нибудь художника продается за 100 миллионов, он ничего не получит. То же самое, как если бы он продал ее за 100 долларов в юности. Здесь есть ощущение несправедливости того, что художник исключен из рынка, и теперь представляют права художников, и как дилер, так и аукцион, обе эти стороны сейчас заботятся о том, что художник получал какую-то сумму. Сейчас есть директива Евросоюза о том, что художник должен получать некоторую долю с продажи или художник или фонд его наследников в течение 70 лет со дня смерти художника, если это европейский художник. Вот так это там выглядит. Но здесь есть потолок 12 с лишним тысяч евро. Это потолок. Это не такие уж гигантские деньги, но хотя бы это что-то, знак признания заслуг художника. В Соединенных Штатах об этом только говорят, но никакого решения не было, насколько я знаю. Они все еще пытаются добиться своего в этой борьбе. И здесь есть такая гибкая шкала для расчетов. Художник что-то получает. И здесь есть такие проблемы. Но что же Адриан Гений на самом деле думал? Прошу прощения, что я задаю вопрос в ответ, но он целые годы был в ужасе от того, кем его считают, потому что если его считают аукционным художником, то это значит, что его покупают только миллиардеры. А это значит, что к нему не так серьезно относятся как к художнику музея и другие художники, что он некоторая подделка, что он ненатуральный. А он очень серьезно относится к своему творчеству, и ему не очень нравилось то, с каким легкомыслием люди покупают его работы, а потом выставляют их заново на аукцион. Это очень красноречивый факт, и именно поэтому галереи стараются контролировать, кто покупает произведения, чтобы человек не стал сразу их перепродавать на аукционе. И для галереи очень трудно, когда она теряет контроль за происходящим на аукционе, и эта художника тоже не очень выгодна. Еще вопросы? Или все так предельно ясно? Вы не помните какие-нибудь особенно длинные периоды роста цен на работы художника? Например, кто-то, у кого первые цены были сотни долларов, а потом цены долго планомерно росли без гигантских скачков безумных, вы имеете ввиду. Да, медленно и планомерно. Это хороший вопрос. Исторически вообще-то было именно так, но последние 10-20 лет все сошло с ума, потому что рынок стал много больше, люди конкурируют значительно сильнее, и я думаю, что в какой-то степени мир аукционов немножко сошел с ума и все время находится в ожидании драмы. Раньше все было здоровее, и рост цен был более планомерный, и все старались соблюдать его, поддерживать его, но теперь на аукционах никто не контролирует эти процессы, и все становится несколько неловко для художников, и я думаю, что многие художники, например, Питер Дойг, немножко стыдятся такой шумихи. Он, может быть, и не хочет, чтобы работы продавались за 50 миллионов долларов, но он же не может контролировать эту цену, если теперь всем заправляет рынок. Так обстоят дела. Можно, конечно, укоротить этот безумный рост. Галереи могут стать более активными и больше влиять на то, кому будут продаваться такие работы. Можно каким-то образом еще предотвращать эту шумиху разной заинтересованной стороны, и коллекционеры, и галереи могут участвовать в этом. И аукционные дома также работают вместе с галереями и следят за тем, чтобы рынок не стал слишком бурным, потому что излишнее волнение на рынке никому не нравится. Может быть, только некоторым продавцам, например, продавцу до Винчи. Еще вопросы? Спасибо за вашу лекцию. У меня более профессиональный вопрос. Что нужно для того, чтобы начать работать в этой сфере сегодня, чтобы начать работать в аукционном доме? Каков карьерный путь в этой индустрии? Это трудный вопрос. Я не лучший специалист, потому что я сам-то не работаю в аукционном доме. Но по своим студентам я могу сказать, что раньше существовала такая классическая дорога. Люди исследовали историю искусства, а потом шли работать в аукционные дома. Но сейчас аукционные дома больше заинтересованы привлекать сотрудников с мышлением бизнесменов, с коммерческой жилкой, которые говорят на языке бизнеса и способны участвовать в глобальных взаимодействиях. Вы хотите что-нибудь добавить здесь? Страсть. Я думаю, страсть к этому делу. Прошу прощения, я не хотел перетягивать это дело на себя, но... Да, я могу вас нанять. Ну, не совсем, конечно, но у вас должна быть очень хорошая виза. Рабочая виза всегда помогает. Но когда я беседую с потенциальными сотрудниками, для меня главное, что у них есть страсть. Ко мне может прийти молодой человек, которому интересовали английские акварели, а английская акварель никому не интересна, только ему одному. Но ему так понравилась его страсть, что я сказал ему, да, приходи, занимайся у английскими акварелями. Мне казалось, что он безумец, но я дал ему это делать. И он наживил этот рынок заново. Он вдохнул в него жизнь, и английская акварель стала сексуальна, стала соблазнительна для клиентов. Так что страсть это очень важно. И, конечно, знание языка тоже важно, кроме английских акварелей, потому что их покупают только безумные англичане. Так что, да, вот у вас есть такая дорожка в эту сферу теперь. Еще вопросы? Спасибо. Как вы думаете, нужно ли больше регулирования на рынке искусства? Или и так все хорошо? Великолепный вопрос. Вы не представляете, насколько честно мы это обсуждаем. Этот рынок не регулируется, этот рынок большой и он все растет, и это большая проблема, потому что у нас такой дикий запад. Не так-то много рынков такого размера живут вообще без регулирования. Для продажи и покупки произведений искусства регулирования нет. Если вы продаете дома, например, у вас должна быть лицензия риэлтора, должны быть контракты определенного типа, есть госнадзор, а здесь никакого надзора нет. Любой может делать все, что хочет. Это очень привлекательно с какой-то стороны, привлекательно для бизнеса, но в этом есть масса проблем. Однако вопрос в том, как регулировать, кто будет регулировать. Регулировать должен кто-то, кто знает эту индустрию, а эта сфера очень сложная. Вы не можете доверить это просто какому-то бюрократу, ничего не получится. И я всегда отвечаю на этот вопрос так. Этот рынок не то, что совсем не регулируется. Нельзя совершать преступления, нельзя подделывать, но здесь есть и саморегуляция в большой степени. Рынок регулирует сам себя. Если вы совершите что-то совсем ужасное, если вы совершите какой-то моральный поступок, рынок нанесет вам ответный удар. Здесь будут все равно свои последствия. Так что эта схема все-таки как-то работает. Здесь есть саморегуляция. Но, конечно, эту тему все-равно обсуждают очень много. Это хороший вопрос. Здравствуйте, спасибо за вашу лекцию. Меня интересует вот что. Что вы думаете о российских аукционах? Есть у них будущее? Боже мой. Это очень трудный, но хороший вопрос. Я не эксперт по вашему рынку, но мне кажется, вы имеете ввиду аукционы в России или аукционы российского искусства? Допустим, Сотбис. Если они планируют проводить здесь аукционы, может быть, вы хотели бы ответить на этот вопрос? Я передам сейчас микрофон. Вы более углифицированы. Добрый вечер, спасибо за вопросы, спасибо большое за лекцию. Наша мечта осуществлять аукционы в России, и мы в 88-м году провели первый аукцион 30 лет назад, но это требует большого количества сил, денег, энергии, для этого нужно правильное место и время, это всегда деловое решение. Российский рынок должен интернационализироваться, чтобы возник международный спрос на российское искусство, и мне кажется, это время еще придет, и мы вернемся с аукционом, но пока еще это для нас мечта. 30 лет назад это было достижение, это был эксперимент, это был своего рода трофей, а сейчас нужно руководствоваться прагматическими соображениями для того, чтобы провести другой такой же аукцион. Пока вы не сели, можно я еще у вас спрошу вопрос, потому что это вопрос о российских художниках, которые должны быть представлены на международном рынке. Как может Сотбис помочь в этом, чтобы потом провести такой аукцион? Да, мы поддерживаем российский рынок, делаем это регулярно. В течение 30 лет, которые прошли с того первого аукциона, мы включаем современное российское искусство в наши аукционы, у нас есть специальный такой раздел, мы осуществляем специальные аукционы, кураторские аукционы по современному искусству России, и мы также устраиваем выставки продажи, приглашаем молодых художников, и наши кураторы или приглашенные кураторы организуют эти выставки. эти выставки успешны, но все это происходит в Лондоне или Нью-Йорке, не в России. Что касается России, то мы привозим сюда наши выставки, наши показы, это дорогое удовольствие для нас, но мы этим занимаемся постоянно. Мы стараемся помогать, мы стараемся продвигать российское современное искусство, открывать его остальному миру. Мы считаем, что это прекрасное искусство, и его надо показывать. Да, здесь это все уже упоминалось. Аукционные дома проводят свои аукционы в отдельном ограниченном количестве стран, но у них есть конторы по всему миру, потому что они вовлекают в свою деятельность разные страны, разные сообщества, и их бренд представлен по всему миру. Они вовлечены в рынок искусства по всему миру, а не только в тех местах, где они организовывают торги. Они представлены в самых разных странах. Еще вопросы? Пожалуйста, я думаю, это последний будет. Большое спасибо вам за лекцию. Извините, что на русском языке я вас спрашиваю, но мы тоже организовываем свои аукционы, молодые еще совсем, для новых художников, так сказать. И наши цели состоят в том, чтобы привлекать максимальное количество зрителей к российскому художнику. И вопрос, собственно, в чем? Есть ли смысл или практика выживания данных мероприятий в целом? Спасибо. Это хороший вопрос. Я понимаю, что из моей лекции как будто можно было сделать вывод, что есть только два аукционных дома, но аукционных домов очень много, и может быть работа более маленьких домов значительно важнее, чем работа на вершине рынка. Здесь есть некоторые искажения между тем, что заметно по всему миру, между тем, что мы сейчас обсудили, это самые большие аукционные дома, но в реальности всего значительно больше, намного больше активности. По всей Европе везде есть маленькие аукционные дома, и они ведут очень важную работу, потому что они строят эту схему, этот рынок снизу вверх, и чем больше аукционных домов поднимается до более высокого уровня цен, тем важнее, но тем не менее, даже на более низком уровне цен, они возникают много новых клиентов, и здесь еще много работы можно сделать, и я думаю, что этот уровень нельзя забывать, и мне кажется, что для маленьких аукционных домов очень хорошая новость, что у них есть возможность вовлекаться в этот процесс, вступать на рынок, работать на том уровне, который уже не выгоден для больших домов, поэтому да, работайте дальше, продолжайте. Спасибо большое, были очень хорошие вопросы, мне было очень приятно.